Всем привет, дорогие друзья! В это у нас так, добавляются люди на интернете, в какой-то социальной сети, которых ты абсолютно не знаешь. И потом смотришь большой список друзей, в кавычках друзей, но ты о них ничего не знаешь, они о тебе ничего не знают. Вы не переписываетесь, не перезваниваетесь, не встречаетесь в жизни. Я решил понять, в чем же суть. Наверное, в том, что лично я как-то к виртуальной жизни относился скептически и не считал, что это часть реальной жизни. На самом деле, очень даже часть. Потому что некоторые люди проводят в этой сети, в интернете, в социальных сетях даже очень много часов в день. Но я не столько провожу, хотя все равно виртуальная жизнь это часть нашей жизни. Во-первых, люди общаются через интернет, и вы, выкладывая о себе какую-то информацию, постите что-то, размещаете фотографии, открытки, какие-то картинки, размещаете музыку, видео. Все это создает о вас какой-то образ. И люди, которые даже вас не знают в жизни, создают о вас какой-то образ. Поэтому, и это уже образ реальный, а не реальный, так думаю, это о вас. И я подумал, нужно навести порядок в виртуальной жизни. Нужно, чтобы там было все то, что будет создавать правильный образ обо мне. В том числе и друзья. Еще один минус большого количества друзей, которых я не знаю, в социальной сети, например, ВКонтакте или Фейсбук, которые еще больше и больше набирают обороты. Это когда есть люди, и в ленте новостей от каждого вашего друга, неизвестного, новость какая-то, поделился открыткой, фотографией, еще чем-то. Ты открываешь главную страницу, хочешь посмотреть, что у твоих реальных друзей ты не находишь. Пока долистаешь, ты не дойдешь никогда. И я думаю, зачем мне друзья, которых я вообще не знаю. Я хочу навести порядок в своей жизни, в реальной, виртуальной. Начну с виртуальной. И начну с того, что я определюсь, с кем я общаюсь в жизни, с кем я, может быть, даже не часто вижусь, но это не родственники, даже не коллеги. Но это люди, с которыми мы вместе сшляем какой-то проект благотворительный, не работа даже. С которыми я могу посоветоваться насчет пения, еще чего-то, ремонта. Не важно. Но я оставляю в друзьях тех людей, с которыми у меня реальная жизнь. И я считаю, что больше в 2017 году уже я точно не буду добавлять людей, которых я не знаю реально. Я согласен с тем, что иногда человеку хочется стать другом в социальной сети, дружить с каким-то далеким человеком, который тебе просто нравится. И я понимаю это. Но я решил никому не добавляться, кого я не знаю, и никому не принимать в друзьях, кого я не знаю. Это без обид, дорогие мои. Но если вы хотите быть моим другом в социальной сети, вам нужно общаться со мной в реальной жизни. Но это уже зависит от того, нужно мне это или нет. Я пересмотрю списки своих друзей, и там останутся только те, кто реально мне знаком. Если вы вдруг уже не будете моим другом в социальной сети, то будете начать только то, что за последнее время мы очень долго не общались. А может быть и никогда. И когда-то я добавил вас изверженности. Но вы не должны огорчаться. Вы самые лучшие, самые замечательные. У вас прекрасная жизнь. Вы можете жить своей жизнью, общаться с тем или иным, с кем вы общаетесь в реальности. И тоже навести порядок в своей виртуальной жизни, понять, что она часть реальности. Я вам желаю всего заилучшего. Пожелания 2017 года у меня еще впереди. Но вот первое я хочу пожелать вам, чтобы вы навели порядок в своей виртуальной жизни. Друзья, что вы выкладываете в интернет, что вы размещаете. Какой у вас создается образ? Я хочу сделать 2017 год годом, в котором моя виртуальная жизнь полностью, полноценно будет в унисоноте своей реальностью. И чтобы обо мне создавался образ в виртуале такой, какой я на самом деле. Каким я хочу быть? Каким я хочу быть в реальности? Чтобы у людей, которые далеко и знают, мы не только по виртуальности, создавался правильный образ обо мне и не далеко не останавливался. Я вам желаю всего наилучшего. И будьте реальными, даже в виртуальности. Вы хорошие, вы самые лучшие. Я вам желаю счастья. Всего наилучшего.